Забота у нас простая, забота наша такая, Жила бы страна родная, и нет у других забот. Немножко из записной книжки. Шли впереди всех, оказались позади всех. Ничего странного, просто шли не в ту сторону. Народ у нас, лишь бы ляпнуть. Вот в 80-м году обещали коммунизм, а сейчас уже 90-й, и где он? Если сейчас в 90-м мы живем при социализме, то по сравнению с ним коммунизм как раз в 80-м и был. Лектор, товарищи, у кого есть вопросы, ко мне, пожалуйста. В чем мы их превосходим? Кто спросил? Ага, вижу. Отвечаю, они нас в электронике, мы их... Да, еще они нас в кибернетике, генетике, медицине. Мы их. Я, товарищи, не буду придерживаться какой-то схемы. Первое, что придет в голову. Значит, они нас. В автомобилестроении, в пенсионном обеспечении, в сфере обслуживания, в сельском хозяйстве. Мы их. Успеваете записывать? Хорошо, мы их. Тут, товарищи, важно помнить вот о чем. Они имеют то, что могут, а мы не имеем то, что хотим. Здесь тонкость. То, что мы хотим иметь, больше того, что они имеют. Если мы еще до конца используем преимущества нашей системы, то, что мы хотим, что какие, кто спросил. Интересно, чем отдельные товарищи слушают. Я же только что сказал, мы хотим иметь больше, чем они имеют. То, что мы хотим, минус то, что они имеют, это наше преимущество. Плюс, товарищи, наши богатейшие природные ресурсы. Наши ученые прикинули тут на счетах? Может получиться сказка. Дойдет до того, что японцы начнут покупать у нас магнитофоны. Итальянцы обувь, американцы автомобили. Всем сразу не хватит. Они на первое время ведут у себя талоны. В первую очередь активистам империализма. Спросим себя, как дошли они до такой жизни? Мое личное мнение, народ не виноват. Виновата система. Многопартийность их не раз, когда один нагородил, и как с гуся вода, потому что у руля уже другая партия. У нас, для сравнения, во всем виновата одна только партия. В смысле, одна только у нас партия. Второе, что их подведет частная собственность, это идея фикс, что каждый может стать миллионером. А каждый не стал. Обещания, данные народу, не выполнены. Больше того, сейчас выяснилось, что у нас подпольных миллионеров больше, чем у них безработных. Почему мы безнадежно отстали? Кто спросил? Ага, вижу. Товарищи, я позволю себе привести вот такой образный пример. Сквозь джунгли проложили шоссе. И один движется по этому шоссе, а другой прет под джунглем, путем которым до него никто не шел. Где на неведомых дорожках следы невиданных зверей. И, как выяснилось, товарищи такого зверя действительно нигде больше не встречалось. Так кто же кого обгонит? Есть ли один по шоссе на автомобиле, другой в чем мать родила, голодный, ободранный, кругом зверьё. Главное, он дороги не знает. Он представления не имеет, куда идёт. Погодные условия всё время подводит, пьяный частенько. Что вы говорите? Чё, он в джунгли залез? Так я же говорю, пьяный всё время. И он туда ночью попал. В ночь с 25 на 26. И потом ещё такая тонкость, товарищи. Когда сравниваем, не надо забывать, у каждого свой образ жизни. Скажем, они за всё платят, мы за всё расплачиваемся. Вроде бы одно и то же, но здесь тонкость, есть разница. Медицина, она у нас не лечит, её как будто совсем нет. Так мы и не платим ничего. А на похороны тебе даже дают деньги. То есть всё для человека. Когда такая жизнь кончится? Кто спросил? Товарищи, конкретной даты нет. Обещали к 2000-му, но есть сомнения. Может, к следующему году удастся к 3000-му. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ